всем привет доброе утро лучше спала не их не очень хорошо потому что потому что потому что ну вы поняли да все летает улетает утром он утром ночью стала все давай быстрее закрывать смотрите как хватит мне тут укать еще разукалась с утра не срамши оу боже такие слова и говорю на камеру что есть то есть потом бегала наверх потому что вот эти листы которые мы вчера привезли они помогли их ну мы их так поставили под моим командованием что они улетели были просто-напросто потому что ничего не предвещал так улететь все уже здесь все улетела дальше дальше не улетят хотя море спокойное что-то как-то странный ветер и как это папа смотрите море спокойно в общем по прогнозу не передавали такой ветер я не понимаю что это и откуда он взялся пойду кофе пить это я с рафантику на такой джинсовый вы разлетаете ка будет разлетаться все наш ветер силы порывистый ну жарами с этим ветром еще жарче представляете еще ничего открыть нельзя ужас намазалась реви кремом и уже вся вспотела потому что все закрыто мы там вчера погуляем сейчас тут в парке небольшой но опять он машину мою не отвез но твою дивизию он должен был отвезти проверить воду масло вчера же разговаривали и он меня опять не отвез цыгане цыгане почина все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы сюда приехать в это время ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 покажу и все расскажу. Ой, тут когда ветра нет, духотища такая. Ой, черепаха. Блин, убежала, гадина. Сейчас нету никого здесь. И вот черепахи прям сверху купаются. Так пахнет травкой. Классно, как будто ее только что подстригли. Знаете, кто любит вкус запах скошенной травы? Это просто непередаваемый вкус. Блин, тоже надо духи такие создать. И запонти... Что сделать? В общем, патент сделать на него. У меня уже два запаха. Это запах мокрого асфальта и запах скошенной травы. Ой, блин. Смех и грех. Ладно. Идем домой мариновать курицу и запекать в духовке. Я уже дома. Кстати, еле добежала до дома по нашим женским делам. Представляете? Бежала, бежала и добежала. Кстати, хочу вам показать одну штучку. Я пользуюсь вот этой штучкой. Если кому интересно, я могу рассказать, что это такое. Может быть, вы уже знаете. Кстати, я ей пользуюсь уже несколько лет. Это супер шикарная и полезная вещь, которую могли только придумать для женщин. Очень удобно, практично. Для лета это вообще супер. Если вам интересно, вы пишите в комментариях, и я расскажу вам о ней поподробнее. Скажем так. Потому что это нереально удобно для нас, женщин, и экономически. Так что, вот так вот. Но я добежала. Попадет по дороге. Купила еще себе слив. В общем, я сейчас вам покажу, что и как я купила. И как я дошла. Смотрите мои плечи. Как вам показать? Я в люфте, потому что как я не могу показать? Я тут голенькая хожу. Ну, не совсем голенькая, но все-таки жарко. Очень душно. Не знаю, видно или не видно. Кстати, не видно. Смотри, я даже потею, и не видно ничего. Обалдеть. Не видно, что я потная, но да. В общем, сейчас покажу, что купила. В принципе, ничего особенного не купила, но было как-то тяжело. Два початка вот таких купила. Евро 50 за два. Курица. Вот видите, она как это? Выращена и выкормлена натурально. Но она не такая желтая. Вот эта вот курица мне более напоминает вот такие у нас в деревне. Видите, она не такая желтая. А когда совсем желтая, мне как-то все это подозрительно. Чеснок взяла. И взяла вот такое вот. У нас есть тинта до верана. Это когда красное сухое вино смешано, например, с фантой лимон. Здесь специально есть газировка для вин. И вот, кто не любит вино, например, я не люблю вино. Скажите, что я просто не пробовала вкусного вина, дорогого. пробовала и с 30-летней выдержкой, и с 10-летней, и с 2-х месячной. Не нравится мне вино. А вот с газировкой очень вкусно. Я люблю все сладенькое такое, знаете, сладенькое, вкусненькое. Вино, я его не понимаю. Я могу выпить бокал вина, терпкого, но, во-первых, мне по шарам дают. Я прям пьяная с одного бокала. Ха-ха-ха. Ой, правда, действительно. И мне потом спать охота. И зачем мне это надо? Поэтому. И вот, видите, тут такое же с белым сделан, с белым вином. С вино вердеху. Вердеху. Не знаю, что это за вино такое вердеху. Но взяла попробовать. Это, наверное, тоже что-то сладенькое. Это алкогольный напиток. Как это говорят? Алкоголь вредит вашему здоровью. Я думаю, что 2,5 градуса не сильно мне навредят. Тем более, я же не целую бутылку выжжу. В общем, взяла попробовать. И на обратном пути, когда я уже почти дошла до дома, мне осталось каких-то 500 метров, сошла в свой магазин. Ну, не в свой, а в магазин, в котором продаются такие прекрасные сливы, которые пахнут сливами. Вы знаете, что я покупаю фрукты на запах. Да, я нюхаю все фрукты. Если они пахнут, то это вообще супер для меня. И сливы пахнут сливами, представляете? То есть, персики, которые я покупаю, пахнут персиками. Блин, офигеть, как вкусно пахнет. Бананы пахнут бананами. Кстати, они уже поспели. Вчера топ купила. Они уже поспели. Надо вот так. Кстати, знаете, сколько стоит манго в этом магазине, где есть сливы? 5,25, когда на рынке 2 евро. Представляете? Так что, надо в среду ехать на рынок и покупать. В общем, буду сейчас, курица у меня вышла на 4,70. Сколько килограмм стоит? Останется секретом. Ну, вот выясняю. Здесь евро, здесь кило 350. А, почему? Вот, 350 стоит килограмм. Ну, недорого, я думаю. Курочку взяла небольшую. Сейчас разрежу напополам. Замариную ее. Соевый соус, горчица и остричный соус. Смешаю перец, соль. Все намажу и пару картошек. В общем, и в рукав. Рукава нету. Сделаю из фольги. В общем, сейчас все покажу. Так что, время уже, кстати, полвторого. Ну, я выпила кофе. Ну, такой холодный, который сейчас продают в магазинах. И кушать мне неохота. И воды напилась много, потому что пока шла очень по делу. Кстати, знаете, сколько я находила? Сейчас вам расскажу и покажу. Вы что думаете, я что-то скрываю? Нифига. Я еще кое-что купила. Обязательно вам тоже сейчас покажу. Но не сейчас, когда покушаем. Так, сколько мы тут находили? Так, вот. вот смотрите. Дети, 9 километров 350 метров. 2 часа. Ну, я, конечно, ходила больше по времени. Так, ладно, пойду. Хватит болтать. Я уже, кушать надо. Кушать надо, готовить. Микро... Ой, микро... Духовку включить, машинка стирается. В общем, В общем, пору курицы. Здесь у меня соевый соус. Все на вкус. На глаз соевый соус, потом остричный соус, чеснок, сухой чеснок, соль, перец, специи для курицы, дижонская горчица, как сейчас модно говорить, дижонская. Сроду не знала дижонская. Обычная, знаю, американская горчица есть, которая сладкая. И обычная наша. Обычная наша оказывается дижонская. В общем, дижонская горчица. Горчица, потому что придает корочку такую. Корочку, корочку. Из отходов вот этих вот, которые я срезала там кожу, жопку, все такое на свете. Эту сейчас порублю, тоже в морозилку запихаю. В общем, сюда я порезала картофан. Вот. Это вообще в рукаве желательно делать. Рукава у меня нету, поэтому будем без рукава. И вот так накрываем курицу и запечатываем. И где-то минут на 50 в духовку. 180 грамм. Картошку не солю, ничего не делаю, потому что курица соленая и весь сок пойдет туда. Это очень вкусно. Так что будем ждать. А еще на днях я показывала вам, что купила себе вот такую умывалку. Но я, как всегда, не очень хорошо прочитала. И когда я начала им умываться, думаю, что это не то. Как-то все как-то гладко, как-то нету ни пены, ничего. Думаю, что это за фигня. Смыла макияж, но у меня там макияж-то было, господи, биби-крем мой. Потом я еще сверху пудрой крашусь. Крашусь, ну как, не крашусь, кисточку проведу. И тушь. Все смыла, но как-то все равно, как-то я не поняла. И я тут начала читать. И знаете, что я прочитала, что это лосьон моющий и с этим асидой ну вот это вот кислота, которая сейчас супермодная, что счищает весь макияж и ля-ля-ля тета-паля. И значит, как ей нужно пользоваться. Здесь значит написано, что нужно все это нанести на влажную салфетку и влажной этой салфеткой с этим средством, с этим лосьоном уже смыть весь макияж. То есть, не руками, а влажной салфеткой. Я где-то месяц три назад в Примор заходила. Примор это у нас такой магазин, где продаются всякие косметические средства для макияжа, в общем, крема, все на свете. И там я видела одну такую перчатку для смытия макияжа. Мне она привлекла внимание, но я почему-то прошла мимо и говорю, не надо мне это. И вот, когда я все это прочитала, я тут вспомнила про эту перчатку. Я ее сегодня приобрела. В общем, вот, она супер мягкая, но это микрофибра, как всегда. Очень мягкая, вообще такая классная, прям такая, прям мягкая-мягкая. И значит, вот что здесь написано, что она смывает даже просто водой. Даже не горячей, а такой теплой. Нужно ее намочить и, в общем, смыть. смыть. В общем, смыть. Потом просто помыть либо в этой стиральной машинке, либо просто мылом. У меня там есть хозяйственное мыло, но на всяких случаев. И вот я буду ее мыть хозяйственным мылом. И мне кажется, вот это с вот этим очень даже подойдет. Так что сегодня попробую и вам скажу. Хотя у меня сегодня макияжа нет. Ну, кроме моего биби-крема и моих, моей, оно не пудра, оно как, в общем, как-нибудь покажу вам мою косметику. Все никак, что-то сейчас вроде как не крашусь. И что, и как, может быть, даже завтра. Посмотрим. В общем, попользуюсь завтра или сегодня смою и покажу вам. Она такая мягкая, такая прикольная. В Примор, значит, я ее купила. Стоила она 4 евро, 3,95. Вот такие вот у меня покупки. Ну, как это-то? Я ей не пойду, ничего себе не куплю. Такого просто быть не может. Пока буду отдыхать, пока курочка моя будет готовиться. Смотрите, какой наваристый суп-то получается. Кстати, я прекрасно знаю, что собакам куриные кости нельзя. Точнее, даже не куриные, а трубчатые. То есть, вот крылья вот эти вот трубчатые, которые внутри полы, собакам нельзя. Они могут в желудок им впиться и будет очень плохо. Поэтому в супе, в этом ни одной косточки нет и ни одна собака не пострадает. Понятно? Какая серьезная. Вот такая курочка получилась. Вкусная, наверное. Это собакам, это нам. Картофанам. Смотрите. Ммм. Корочка хрустящая. Все как надо. Всем приятного аппетита. Блин, я забыла выбросить пластик. Маруся проехала через мусорку и ну вообще взяла мусор, ну пластик, чтобы выбросить. Че я сейчас отстаю, гляжу, блин, а я его забыла. Я приехала, не поехала сегодня на пляж, потому что я не знала, что творится на море. Поэтому взяла Чарли сейчас и думаю, о, тут че-то палатка стоит. Взяла Чарли сейчас, и так как там пляж, где можно с собаками, говорю, погуляю. Если будет желание и хорошее море, я пойду и скупнусь разочек. Море шикарное, потому что это какой-то ветер непонятный был сегодня. Странный, потому что погода передает хорошую, неветренную погоду, а на улице. Здрасте, вот тебе опять протест. И не дурак же, в тенечек сел рядом с палаткой. Мой блин. Бамо! Я для него приехала, а он теперь мне протесты разные устраивает. Вы видели его? Видели, че ж не видели-то? Ради него ж приехал. Ну и ради себя, естественно, чтобы прогуляться, жопу растрясти. Может быть, какие-нибудь калории я растрясу. Ну не может быть, а точно я на это надеюсь, по крайней мере. Потом еще калории сделаем. Бенга, бамо! Я тоже. Мой ниню чику. Как маленький ребенок мне. Кренделя выкручивает свои. Не, ну вы видели его, а? Протестант. Глянь, какие собаки. Бенга, бамо, Чарли! Бенаки! Приходится бежать. Там такие собаки здоровые. Бенга! Бенаки! Там, видели, какие овчарки здоровые? Не, ну вы видели его, а? В коем-то веке, чтобы хозяин ждал собак. А я жду его величество. Ведь знает, что буду ждать, а? Знает, крутит мной и вертит. Гаденыш. Бежишь там, ты видел, какие там собаки? Они тебя растерзают в два счета. Бежишь мне тут. В общем, я его освежила, в душ искупала, потому что он не хочет гулять. и чтобы вывести его из этого стопорного состояния, я его в душ запустила. Вот, сразу смотрите, как зарезвился. Зарезвился. Мама! Очухался. Так сядет и сидит. И мне приходится бежать всю дорогу. Походу, что-то не очень помогло. И бежит крысеныш. Крысеныш. Все. Эти методы действуют. А то вообще не шел. А насчет купания, я, кстати, в прошлый раз заметила, он так же не шел за мной. Так вот бежит, там я уже далеко уйду, он сядет и сидит, протестует. И я его искупала, и он прям так очухался, знаете, как будто у него в голове что-то сидело такое страшное. А пока я его искупала, в общем, переключила какой-то там этот, и все, и он пошел за мной. И сейчас тоже самое происходит, потому что не так жарко, чтобы он, знаете, не хотел гулять. Я бы не сказала, что прям такая жарища, что прям вот ему неохота. Нет, тут что-то он боится тут или что, не знаю. А еще меня замучил этот мужик, он всю дорогу идет за мной. Я даже по Чарли помыла. Я не знаю, как. Идет, 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 идет. Видите, бежит нормально. А то сел и сидит. И вот я трясаю. А сейчас вон, радостный, жизни. А вот, кстати, мое место, где я всегда купаюсь, и там сейчас больше народа. А, ну правильно, я в это время уже ухожу с пляжа. Это то время, когда все люди на пляж. Вот смеетесь, мне такое ощущение, что он специально убавляет ход, чтобы вот, не знаю. я вообще очень не люблю, когда кто-то идет со мной в один шаг. Вы знаете, потому что идешь иногда, и какой-то человек по улице идет с тобой в один шаг. То есть не вперед, не назад, а именно с тобой. Я всегда в таком случае прибавляю шаг, чтобы опередить, потому что я ненавижу идти с одним садом, с незнакомыми людьми. У вас такое бывает? Скажите, пожалуйста, может я одна? Ой. У вас такое бывает? Не люблю. Вот иногда, да, встретишься вот так, ну не встретишься, а просто идешь по улице, и потом замечаешь через пять минут, что ты с одним и тем же человеком идешь как с другом, ну не с другом, а так одним шагом пум-пум-пум-пум. Меня бесит это. Я стараюсь всегда прибавить шаг, чтобы отстать, чтобы он отстал, этот человек. Вот этот мужик тоже всю дорогу идет. Вот, смотрите как. Так что лайфхак, лайфхак такой, у кого есть собаки, и чтобы вывести их из какого-то стопора, нужно просто искупать в воде. Мой Чарли, потому что не любит воду. Много пляжа с собаками, я так накупалась. Классно. Вода, правда, прохладнее, чем вот в прошлые разы. Видимо, шторм все-таки небольшой был, но я так накупалась. Классно. Хочу вам сказать с гордо поднятой головой, что моя собака самая умная. Да, ты самый умный мальчик. я пока плавала, наверное, минут 15, он минут 5 смотрел на меня с берега, а потом улегся на полотенце, я даже без донта, без всего, и лежал, смотрел, никого не подпуская к моему полотенцу. Да, такой умный, вообще, я офигеваю. Ну, блин, есть в кого, в меня. Кого же он должен быть дураком-то? В общем, иду в душ, он вот там, и едем домой. Уже в настоящий душ. Помыла себе сливки, покрасила себе бровки, какая я, помыла голову, в душик сходила, рыбой погуляла, моя сладкая. Надо выключить из сети. Так вот он лизит всегда, ему там прохладно, мой король, мой царь с игрушкой, да. Буду смотреть 11 серию уже сериала турецкого Ветреный. И буду с вами прощаться до завтра. Завтра работа. У меня уже есть клиентки по записи, так что завтра работаем. Вперед и с песней! А вам всего самого наилучшего. пока-пока! Тааа-. Хочусь,